Махачкалинцам предложили обменять полиэтиленовые пакеты на эко-сумки. Акция против одного из самых заметных символов загрязнения окружающей среды прошла сегодня в одном из столичных супермаркетов. Зумруд Гамидова с подробностями. Каждый год мы выбрасываем миллионы пластиковых пакетов. Их сложно переработать. На свалках они распадаются на мелкие частицы, которые попадают в воду и почву, загрязняют их и приводят к гибели животных. Это самый продаваемый товар в супермаркетах. Но сегодня горожанам предложили сказать пакетам нет. Хотим привлечь наших жителей, горожан, чтобы заменили свои полиэтиленовые пакеты, которые они покупают в магазинах, куда ставят свои продукты, овощи, другое, чтобы на биоразлагаемые или бумажные пакеты. Потому что мы, как все знаем, тех полиэтиленовых пакетов, которые у нас сегодня в обиходе, они разлагаются более 100 лет и наносят в очень значительной степени окружающей среды негативное воздействие. Всем покупателям было предложено обменять полиэтиленовый пакет на бумажный или биоразлагаемый. Такая упаковка, в отличие от обычных пакетов, разлагается менее двух лет и практически не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Делали это волонтеры совместно с известными спортсменами и общественными деятелями. Я думаю, что это очень актуально и даже, я бы сказал, очень необходимо для нашего города. И надеюсь, что у нас в республике наши представители и общественные деятели не только будут работать по замене и по изменению города, также очень большая работа. Люди охотно отзывались на призыв общественников о сохранении экологии и использовании альтернативы пластиковых экологически безредных бумажных пакетов. Эти пакеты и раньше были, мы заняли? Да, давно надо было переходить на вот эти бумажные пакеты. Как считается? Это более приятное и хорошее. Я ее не дошла, а для нас и делал. По мнению организаторов акции, только вместе можно решить проблему загрязнения пластиком окружающей среды. И такого рода мероприятия будут продолжены и в дальнейшем. Замрут Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.